Всем привет! Меня зовут Джин Лав, Анатолий Быков. Я продолжаю делиться своими новостями о том, как у меня идут дела в разработке новой игровой клавиатуры. Итак, поехали! В общем, процесс пошел, и первая моя покупка – это покупка, собственно, механической игровой клавиатуры. Вот, и, собственно, как вы уже, наверное, догадались по символу, какую клавиатуру я взял. Это HyperX Aloe FPS. В общем, зачем я взял эту клавиатуру? Вот, я взял для того, чтобы ее разобрать и в итоге использовать как модель для дальнейшего проектирования и модернизации клавиатуры. То есть, мне хотелось взять что-то самое такое более-менее хорошее, чтобы увидеть, как это собрано, из чего она состоит, внутренности посмотреть, ну и так далее. То есть, много что предстоит с ней сделать. Несмотря на то, что она такая дорогая, собственно, цели требуют жертв. Вот, зато потом я создам уже очень качественную клавиатуру. Вот, естественно, первая модель, которую я буду делать клавиатурой, я возьму еще одну клавиатуру и ее буду переделывать. То есть, это для того, чтобы для моделирования. То есть, будут сняты все свечи, будут выпаяны, сняты все колпачки. И все, я это буду экспериментировать в разных вариациях. То есть, с различной раскладкой буду придумывать раскладки и так далее. Ну, а сейчас, если вам интересно, я немножко расскажу, что мне понравилось, да, и что не понравилось в механической клавиатуре. Ну, как вы знаете, это давношняя модель HyperX LFPS. Она еще на синих свечах идет, да. Вот, если посмотреть, синие свечи Cherry MX с подсветкой. Ну, и, в принципе, здесь ничего особого. Много уже обзоров существует на данную клавиатуру, и повторяться не хочется. Вы можете сами посмотреть. Ну, что мне понравилось из механической клавиатуры, это то, что здесь она идет, в принципе, компактная. Я думал, она будет намного больше, да, но она оказалась компактной. Также здесь есть подсветка, ну, я считаю, подсветка это просто для интереса, на игрон это никак не влияет, и в будущем я, возможно, не буду это ставить. Ну, а вам просто покажу, чтобы вы посмотрели, что здесь есть, да. Вот, собственно, есть подсветка первой, яркость. Не знаю, насколько это хорошо будет отображаться на камере, ну, посмотрите. Потом включаем еще ярче, еще ярче, и еще ярче. В общем, максимальная. Давайте убавим. Вот. И дальше, следующие режимы. Это когда она мигает просто красным светом. Следующий режим, это когда она у нас... Вот так мы нажимаем кнопочку, она светится. Вот, следующий режим у нас... Мы нажимаем, и идет волна. Вот это мне, как бы, ну, прикольно. Я понимаю, что сейчас это нравится, я посмотрел, и как бы прикольно. Но это идет, естественно, в стоимость клавиатуры, да, все это увеличивает стоимость клавиатуры. В моем случае я буду создавать клавиатуру, скорее всего, без подсветки, потому что это лишнее. Вот, итак, что еще у нас? Следующий режим. Это волна постоянная. Следующий режим, это когда мы нажимаем, и все, да? А, ну, наверное, все уже. Итак, в общем, давайте подытожим. Итак, клавиатура, в принципе, неплохая, но, как я и говорил, я уже показывал эти минусы механических клавиатур просто образно на ноутбуке. Но теперь я покажу минусы механических, всех механических клавиатур именно на самой клавиатуре. Итак, первый минус заключается в том, любой клавиатуре механической, в том, что идет сильный глубокий ход клавиши 4 миллиметра. Это достаточно много. Смотрите, в чем состоит суть. Если я нажимаю этим пальцем до конца клавишу, так, надо подсветку отключить. Ну, пускай будет так. Вот, я нажимаю любую кнопку до конца, и потом пытаюсь перепрыгнуть на следующую кнопку быстро, чуть-чуть. То есть, я, бывает, задеваю, видите, я упираюсь в кончик. Вот я нажал, и хочу следующую нажать. Только мне нужно очень сильно высоко палец поднимать, чтобы опять нажать на следующую кнопку. А быстро переставить вот так вот я не могу. Если бы ход клавиши был не 4 миллиметра максимальный, да, а, допустим, 2 миллиметра, то я бы смог бы раз и сразу переставить. Как это происходит на ноутбуке, да? Здесь проблем нет. Я, допустим, нажимаю и сразу переставляю. Даже практически скользь могу переставить. Видите, вот езжу. Даже так могу нажать. То есть, сразу понятно, что это недостаток. Это первый минус, да? То, что ход клавиш очень глубокий. Со временем я, возможно, разработаю свои собственные переключатели и сделаю ход клавиши очень коротким. Или, возможно, я смогу модернизировать уже имеющиеся свечи и переключатели, чтобы у них был маленький ход. Потому что я сразу понимаю, что это недостаток. Это мешает играть. Это я вот упираюсь. Ну и другой недостаток, как я уже говорил, то, что кнопки расположены неудобно. То есть, если я, допустим, держу кнопку и хочу нажать на это, нормально, да? Вот вниз еще нормально. Если я хочу нажать вверх, то у меня, видите, я на две кнопки сразу нажимаю. Прямо, просто прямо. Надо чуть под углом палиться. Это неудобно. Естественно, когда я буду создавать свою клавиатуру, да, и расставлять расположение кнопок, оно будет именно в линию идти по движениям пальцем, да? Все кнопки будут расположены так, чтобы они шли по движениям пальцем. Когда, допустим, пальцы сгибаются, вот их движение на скручивание. Вот. И в такой последовательности будут идти кнопочки. Ну, и другие же, опять же, минусы. В различных клавиатурах мы имеем, видим, различные раскладки. Некоторые у нас Alt, Shift и так далее. Другие кнопочки, да, расположены в определенных местах. И, возможно, это неудобно. В моем же случае, когда вы будете заказывать у меня в будущем клавиатуру на заказ, да, то вы сами сможете выбирать, где какая будет кнопка расположена, где Shift, где Alt, где Fn и так далее, где пробел и так далее. Все вы сможете сами выбирать. И, естественно, как вы видите, еще один минус механических клавиатур в том, что большое расстояние. В принципе, кнопочки, вот так, если посмотрите вертикально, очень близко друг к другу стоят. Тут расстояние может быть миллиметр или два между ними, да. Но это расстояние идет за счет колпачков, потому что колпачки конусные. Если колпачки сделать полностью вертикальными, кнопки еще можно сильнее сжать, еще можно плотнее поставить. Вот это вот расстояние я вообще не понимаю. Зачем такое большое расстояние между F и F, да? То есть, смотрите, до этой дотягиваю, а до F я уже так не дотянусь. Мне надо двигать рукой вперед, чтобы дотянуться и нажать F8, да. То есть, это тоже минус, это тоже надо исправлять, ставить кнопки максимально компакта. Возможно, я буду изменять сами кейпаки, кейкапы, размеры и так далее. В общем, кратенько сказал, чтобы видео не было долгим, я закончу. Но это приятная новость для меня, то, что я взял именно такую клавиатуру с большим нюнпадом, нюнпадом, потому что я буду модернизировать не только как его маленькие игровые клавиатуры TKL формата, да, вот такие TKL. Я буду еще модернизировать и большие клавиатуры, потому что, возможно, ко мне будут обращаться люди, которые много печатают на русском тексте, да, или которые много программируют на английском языке и так далее. Им нужно будет модернизировать, допустим, большие клавиатуры. То я тоже этим буду заниматься. В общем, планов много, дел много, но первая покупка совершена, и, собственно, ее я буду разбирать, эту клавиатуру, выпаивать все свечи и экспериментировать с раскладками, с расположением кнопок и так далее. Вот. В принципе, на этом все. Всем пока. С вами был Анатоль Быков. Джен Лав.